Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня с вами о некоторых рекомендациях по использованию различных биостимуляторов, но в частности поговорим с вами о янтарной кислоте, которую можно услышать на разных каналах, без каких-либо ограничений, без каких-либо предупреждений, без каких-либо оговорок. Что такое янтарная кислота? Янтарная кислота является одной из важных энергетических молекул в обмене веществ человека, животных, растений, бактерий, грибов, в том числе фитопатогенных. Когда мы говорим об использовании янтарной кислоты в различных стрессовых условиях, мы подразумеваем, что эта янтарная кислота должна всасываться внутрь листьев растений, внутрь растения и компенсировать недостаток обмена веществ самих растений с тем, чтобы не приостанавливать рост и развитие растений из-за того, что процессы фотосинтеза являются неблагоприятными. Кроме того, это такая энергетическая подпитка, которая в том числе способна подпитать и иммунитет растений, и помочь растениям адаптироваться к различным неблагоприятным условиям, в том числе к нападению болезней и вредителей, а также восстановиться после такого нападения. Однако в использовании янтарной кислоты есть нюансы. Бесконтрольная, вот просто обработка янтарной кислотой растений таит в себе значительные опасности. Почему? Потому что эта янтарная кислота точно так же, как для нас, для растений, для микроорганизмов, в том числе патогенных, является важным источником питания. Если мы обрабатываем янтарной кислотой больные растения, в этом случае мы можем подпитать патогены, находящиеся на растениях, или некоторые дают рекомендации по поливу янтарной кислотой растений, то мы можем простимулировать там те самые фитопатогенные бактерии или грибы, дать им дополнительное питание в виде янтарной кислоты, и вместо борьбы с болезнями мы получаем, наоборот, напротив, стимуляцию развития этих болезней. Надо, чтобы блогеры обязательно тоже посмотрели этот выпуск и увидели, что просто рекомендация обработки янтарной кислотой является довольно опасной. Что же делать? Обратите внимание, что на канале про цветок, когда мы говорим об использовании янтарной кислоты во второй половине вегетации, в то время, когда риски появления заболеваний, особенно на томатах, велики, кладоспариоз, фитофтороз, фузариоз, серая гниль, бактериальные различные заболевания, огурца это все тоже касается. В этом случае мы всегда предлагаем использовать янтарную кислоту в комплексной обработке, которая содержит одновременно бактерии, например, сенной палочки, грибы, триходермы, для того, чтобы одновременно с янтарной кислотой внести на поверхность растений и конкурирующую или излечивающую заболевание микрофлору. Кроме того, когда мы рекомендуем использовать янтарную кислоту, я всегда рекомендую использовать ее в гораздо больших дозах, чем рекомендуют другие блогеры. Я говорю, 1 грамм янтарной кислоты, это вот 10 таких таблеток на ведро воды, даже 20 таблеток на ведро воды, то есть 2 грамма на ведро воды, в то время как другие блогеры или рекомендации мы иногда можем посмотреть, там по табличкам, что пишут, это, ну тогда в пересчете получается 1-2 таблеточки на ведро воды. И здесь возникает противоречие между нашими рекомендациями и рекомендациями других блогеров. Вы должны очень хорошо понимать, что в той посуде, в которой вы разводите эту янтарную кислоту, живут миллиарды бактерий в той воде, в которой вы разводите, со стенок посуды, с рук, откуда угодно они туда попадают. Как только они встречаются с янтарной кислотой, с таким универсальным источником питания, в этом случае они начинают его быстро поедать и размножаться. Когда вы наносите янтарную кислоту на поверхность растений, миллиарды микроорганизмов, находящиеся на растениях, начинают активно поглощать эту янтарную кислоту. Поэтому, когда вы используете очень низкие дозы, а уж я не говорю о том, чтобы лить это все в почву, в этом случае эта янтарная кислота может и не дойти до самого растения, не поглотиться растением и не будет иметь того эффекта, который вы ожидаете от этой обработки. Поэтому при обработке вот таких однолетних растений, овощных растений янтарной кислотой, томата, огурца, перца, баклажаны и так далее, очень важно соблюсти правильно дозу, дать хорошую дозу по этим самым растениям. И очень важно использовать янтарную кислоту, особенно во второй половине вегетации, особенно когда есть признаки заболеваний, либо совместно с конкурирующей микрофлорой, такой как сенная палочка, триходерма и так далее, либо же после подобного рода обработок, чередуя с такими обработками, то есть сенная палочка, через недельку янтарная кислота, потом опять сенная палочка или триходерма, в зависимости от того, какую схему по борьбе с болезнями, биологическую схему вы для себя выберете. Итак, большой-большой вывод. Первое, чтобы янтарная кислота подействовала, используйте достаточно большие дозы во второй половине вегетации, чтобы та микрофлора конкурентная поела ее, чтобы не дала развиться той патогенной микрофлоре, которая находится уже здесь. Второе, когда у вас есть признаки заболевания, очень тщательно подумайте, использовать янтарную кислоту или не использовать. Возможно, вместо того, чтобы простимулировать фитоиммунитет растений и адаптировать их к этим условиям, вы, наоборот, простимулируете фитопатогенов, и тем самым развитие инфекции будет гораздо более активное. Что ж, следуйте нашим советам. Смотрите наш канал, подписывайтесь, не пропускайте наши выпуски, и вы всегда правильно будете все использовать и правильно, и с умом защищать ваши растения, а также подкармливать такими современными средствами, как янтарная кислота в том числе. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»